Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала, да, всем огромный привет! И как я вам и обещал, сегодня я решил заснять, точнее не обещал, вы попросили, и я решил исполнить, пока у меня есть время. Давайте посмотрим с вами район Дагомыс. Начнем мы его с самого начала, да, и в самом начале Дагомыс у нас разместился такой танхаусный поселок, да, так называемый, где у нас располагаются танхаусы. Это каньон Дагомыс. Что хорошего, да, начинаются они от 9,5 миллионов рублей за 100 квадратных метров, ну и с ремонтом сейчас по акции можно взять за 12,5 миллионов рублей. Хороший танхаус, лично мне понравились, ну, прям почти идеальным, но, как Надя сказала, вот было бы два этажа, да, чтобы и на первый этаж был бы отдельный вход, было бы идеально, потому что, да, танхаус большой, но почему-то и на третий этаж там подниматься в свою спальню некомфортно. Ну, бывает такое. Что хорошего, да, находятся они при горке, вы точно знаете, что не затопится ничего, а вот, например, вот этот домик есть, да, и вот в этом доме можно на четвертый этаж подниматься на лифте и все. Также здесь, смотрите, хорошая детская площадка, да, многие жилые комплексы нервно курят в сторонке, они сделали реально хорошее, инопольное покрытие, все сделали, все сделано прям вот так. Поэтому здесь я в целом считаю, что танхаусы, вот если бы я выбирал танхаус, то, скорее всего, взял бы в Дагомысе, ну, 100% взял бы в Дагомысе, потому что это та золотая середина, где есть и школы, есть и те же самые, и детские сады, и все, да. Кто-то скажет, Макс, блин, гора, да, ребят, гора, гора, еще раз говорю, гора, но вот через этот дом, который называется Каньон, вы можете спокойно подниматься на лифте и выходить и все, а на машине без разницы гора или не гора, ну, согласитесь, вот именно так. Конечно же, лучше Дагомыс снимать не сейчас, не вот в эту погоду, когда отсутствует зелень, а лучше, конечно же, Дагомыс снимать тогда, когда здесь все в зелени, все, и тогда народ просто влюбляется, ну, реально влюбляется. Я тут первый раз в Дагомысе влюбился, когда приехал с Надей и просто офигел от того, как здесь хорошо, как здесь классно и так далее. Вот, в общем, примерно так. Теперь, что касается самого Дагомыса. Вот это вот на самое начало. В целом, да, ну, едем мы и едем. Вроде бы едем, все нормально, все хорошо, да. Но, 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 в этом районе скоро уже начнется, наконец, строительство, точнее, оформление строительства уже началось, жилого комплекса, который называется Чайные холмы. И в целом, на этом фоне, вот еще мэр у нас города пообещал школу построить в этом районе, да, сейчас на данном этапе в Дагомысе две школы, но, учитывая, сколько у нас стало здесь вот этих новостроек, то, я думаю, там где две школы, там и должна быть здесь третья. И пообещали одну школу на Макаренко построить, пообещали одну школу построить в Адлере возле сотой школы и пообещали здесь построить. Вот тут мы с вами видим, да, вот если мы сюда влево уйдем, не хочу я уходить влево, если мы влево, ребят, с вами уходим, то мы там с вами увидим как раз вот жилой комплекс Чайные холмы. В принципе, недалеко, в принципе, нормально, в принципе, есть тротуары, есть также автобусы и так далее, да, вот он курсирует. Все даже, все довольно-таки неплохо. Ну, почему мы с вами поехали вот в сторону Барановского шоссе, почему? Ну, просто здесь иногда можно, например, подобрать себе хороший домик. Здесь иногда можно найти вариант по... Вот смотрите, видите, где кран стоит? Вот здесь у нас и строятся Чайные холмы. Будет огромный комплекс, да, Чайные холмы, почему называется? Потому что раньше изначально, что Дагомыс как появился, вот здесь были у нас фабрика чая, так скажем, да, ну, даже не фабрика, как это называется, ну, в общем, чай выращивали, и вот нужно было кому-то выращивать, и появился поселок Дагомыс, все. И если мы посмотрим, здесь все было в чае, в свое время, там, Дагомысский чай, он был известен на всю Россию, сто процентов. Конечно, не индийский чай, но все равно. Ну, потом, как всегда, у нас все это по лили, и вот теперь все это застраивается, застраивается и еще раз застраивается. Что касается дороги, куда мы едем, мы с вами едем в ту сторону, где у нас начинается село Барановка, потому что Барановка все равно относится, как ни курите, к Дагомысу. Я уже сразу вам покажу, потому что многих пугает, да, вот, вот это все, да, все, что связано с село Дагомыс. Вот здесь, да, действительно, мы с вами немножко прям отъехали, да, буквально там 200 метров, и закончились у нас жилые комплексы, все закончилось. Ну, смотрите, наверное, вот я показываю альтернативы те, кто не хотят видеть у нас тонхаусы, да, вот эти тонхаусы, говорит, все равно, как у меня моя любимая Надя сказала, все равно Макс немножко не то, потому что, говорит, все-таки, если хочется дом, он должен быть дом. А, например, вот квартира должна быть квартира. Тонхаус, говорит, и не туда, и не сюда. Но, 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 ребят, я считаю, что тонхаус это хорошо. В каком плане хорошо? Да, в том плане, что, если, например, мы взяли с вами таунхаус, да, там обычно у хороших порядочных застройщиков, например, как в каньоне, все сделано, даже последнюю дерево посажено. И вы живете, при этом у вас квадратура больше, чем в квартире, а платите вы там копейки, ну реально копейки, там не больше, чем, например, 3-4 тысячи рублей все вместе, потому что там нет таких поборов, как за обслуживание и так далее. Чтобы вы понимали, я сейчас плачу за, ну-ка, скажите, за что? Правильно говорите, я сейчас плачу за квартиру в Радужном, просто за обслуживание плачу 3,5 тысячи рублей. С чего они взяли такие цены, мне непонятно. Сегодня хотят собрание организовать, и я там тоже присутствую, блин, ну там охрана и так далее, она даром нам не нужна, за нее платить, я тоже считаю, что нецелесообразно. Хотя, с другой стороны, 52 рубля, да, за хороший вид, за все остальное, если мы возьмем с вами Green Palace, там 60 рублей. В общем, все, все в этом мире и все у нас относительно. Что у нас в Дагомысе-то хорошего есть? Помимо того, что есть две школы, помимо того, что почти все объекты, которые здесь строятся, они законные, они строятся по федеральному закону 214, они строятся, они сдаются без одержек или ничего. Наверное, одно из плюсов, это, конечно же, здесь же мы можем с вами при желании легко сходить куда-нибудь, ну не знаю, ну, например, можем сходить в такие места, как там, посмотрите, там на речке Скваса, где Дагомынская корыта, да, это первое. Второе, там можно сходить на рыбалку, например, на Барановское озеро, и в свою очередь Барановское озеро, это считается одной из самых интересных и любимых мест у рыбаков, потому что там проходит у нас не только чемпионат России, но там проходит у нас и чемпионат мира по карповой ловле. И при том поймать там рыбку не так легко, как вам сейчас кажется. Опять же, да, если мы возьмем Дагомыс, в Дагомысе очень-очень-очень много у нас всевозможных озер, а это тоже, я могу сказать, тоже большой плюс, потому что многие местные хотят отдыхать не на море, а именно хотят отдыхать на озере, хотят отдыхать, купаться в пресной воде. Я тоже люблю больше пресную воду, чем соленую воду. В общем, знаете, у нас свои-то тараканы в голове, при том жестокие тараканы. Ну и вот посмотрите, да, вот, например, даже вот дорога, да, в село, ну посмотрите, какая хорошая, шикарная дорога, ну реально хорошая дорога. И сейчас мы с вами доедем до одних из моих любимых домиков, ну реально мои любимые домики, и потом мы с вами уже посмотрим все остальное. Я думаю, многим интересно, да, многие рассматривают же себе покупку не только квартир для тонхауса, например, хотят купить, например, те же самые, ну не знаю, те же самые дома. Дома и при том хотят все, чтобы все было готовое, чтобы было готовое под ключ, и не хочется больше ничего делать, но при этом хочется хотя бы там обои, там плитку делать ту, которую им хочется. И вот мы такие варианты посмотрим. Смотрите, вот в Богомысе можно увидеть лошадок, да, вот, юная школа Собчак здесь где-то недалеко находится. Опять же, да, мы идем по нормальной, комфортной дороге, ну дорога более чем комфортная. Если же мы с вами посмотрим школу, да, вот, даже вот в этом районе есть школа, но школа начальная. К примеру, ребенок, если вы живете в этом районе, да, начальную школу заканчивает, а потом может уже спокойно на автобусе у нас либо 82-ю школу, либо 76-ю передвигаться. Я тоже считаю, что это даже довольно-таки неплохо. Ну и вот на этом фоне, да, сейчас мы с вами кое-что посмотрим. Сейчас мы тоже с вами кое-что посмотрим. Здесь, кстати, есть хорошие домики. Вот, кстати, вот в этом районе вы и себе и можете присмотреть относительно недорогие дома. Вот она, видите, у нас, вот она, осторожно, да, вот мы как раз здесь, мы сейчас будем проверять с вами школу. Вот она, вот она, и автобусная остановка, как таковая называется школа. Чуть-чуть подальше прям будет. Да, сейчас мы едем, кто-то скажет, блин, уныло, я с вами соглашусь, нет зелени, я тоже с вами здесь соглашусь, и печально, я здесь тоже с вами соглашусь. И вот здесь мне нравится, знаете, что, вот она, да, здесь вот школа получается, и вот прямо напротив школы у нас располагаются домики, да, домики, домики, еще раз домики. Вот такие вот домики, дать я покажу, вот, вот такие домики, вот такие домики, хорошие все. Привет, я просто-просто снимаю, сегодня не захожу, попозже, привет. Как знаешь, привет, ну и все, я там. Все, спасибо, хорошо. Вот, смотрите, здесь у нас вот такие домики, да, их можно купить у нас от 24 миллионов рублей и выше. Кто-то, конечно, говорит, что Максим мы видели в объявлениях по 19, по 20, ну, я не знаю, где вы видели эти объявления. Я разговариваю напрямую с собственником, и когда я ехал сюда, да, цена была чуть пониже, но они подняли, потому что понимают, что, как бы, ну, они тоже не хотят заниматься благотворительностью, понимаете. И на этом фоне, ну, цена такая, опять же, ни один из моих застройщиков, ни один из моих, так скажем, диванных экспертов не согласился просто так вот взять и заработать 1 миллион рублей. А как можно заработать 1 миллион рублей? Нужно было просто элементарно взять и построить такой же дом, один в один, да, по проекту, в этом же месте, да, найти землю все. И если бы уложились бы дешевле, чем 25 миллионов рублей, да, вместе там с бассейном, там с чистовой отделкой и так далее, то бы этому человеку просто так дали бы миллион рублей. Но никто, ни из моих строителей, ни из моих диванных экспертов, которые рассуждают, что эти дома дорогие, да, никто из них, никто не захотел ввязаться в эту сомнительную авантюру. Почему сомнительную авантюру? Да, ответ очень прост, потому что застройщик уверен, да, в себе, застройщик уверен в цене на свой дом, он знает, сколько себе стоимость дома, он знает, почему его продает, и поэтому он не хочет дешево, не хочет дешево его как-то отдавать за даром, потому что, потому что все стоит своих денег. Учитывая, что застройщик владеет у нас магазином строительных материалов, я думаю, что строительные материалы точно ему достаются. Он немножко, видите, уснул и через сплошную переезжает. Ну, такое тоже бывает, ну, автобусы, бывает такое передвижение. Все, давайте, ребят, мы едем с вами назад, смотрите, попробуем застечь немножко по времени, теперь я уже могу ехать, скажем, с комфортной более-менее скоростью. Ну, да, небольшой серпантин есть. Ну, знаете что, я думаю, что в эту сторону у нас будет разрастаться, вот я, если честно, в этой стороне особо никогда не был, но вот, когда я смотрел эти дома, они мне понравились. Единственное, что в этих домах мне не хватает вида на море. Ну, и до моря, конечно, здесь, ну, тяжело будет дойти, хотя тяжело дойти даже летом, даже 200 метров до моря. Хочется это расстояние быстрее преодолеть, где-нибудь там под кондиционером и так далее. Все, на этом, наверное, точка. Теперь давайте покажу, где находится Барановское озеро. На Барановское озеро у нас заезд вот здесь будет сейчас, покажу, с правой стороны. Если кто-то хочет проверить свои силы, хочет порыбачить от души, я рекомендую вам сюда подъехать. Особенно вот заядлых рыболов. Лично у меня не хватает терпения сюда ехать, потому что здесь как минимум нужно, там, не знаю, там, наверное, 3 дня кормить, 3 дня прикармливать. И я сомневаюсь, что я что-то смогу поймать. Все, здесь мы с вами Барановку, в принципе, проехали. И теперь мы с вами въезжаем в Дагомес. И вот, кстати, вот здесь вот у нас с левой стороны мы как объезжали, либо вот не доезжая, можно вот прям попасть на это озеро. Все, вот с этим у нас, наверное, здесь все понятно. Теперь, теперь, теперь дальше еще про Дагомес. Что еще в Дагомесе интересно? Ну, конечно, Дагомес это прежде всего ровная поверхность. И мы, давайте, не будем с вами забывать, что, например, вот если мы будем рассматривать с вами, например, по локации, то, например, до центра Сочи, да, у нас дорога Дагомеса занимает не более 15 минут. Это большой плюс, например, это огромный плюс по сравнению с чем? Ну, по сравнению с Адлером. Потому что с Адлером дорога может занимать от 30-ти до 2-х часов. Всегда пробки, всегда там то, всегда это. Минусы, да, конечно, если, например, мы рассматриваем с точки зрения привязки к аэропорту, да, если вы там часто летаете, все. Блин, ну, далеко, действительно, до аэропорта далеко. Ну, как далеко? Например, расстояние с Орска до аэропорта Орского у нас расстояние идет 40 километров. Расстояние от аэропорта до Дагомеса тоже 40 километров. Расстояние, например, в Оренбурге от аэропорта, расстояние от аэропорта до, например, Оренбурга, до самого Оренбурга тоже 40 километров. С другой стороны, чем подальше мы находимся от аэропорта, ребят, тем, ну, не знаю, там, полойки, тем чище воздух, все. Лично я бы не хотел жить возле аэропорта. Ну, это мои такие тараканы в голове. Это мое такое оценочное осуждение. Не знаю, как вы, пишите в комментариях. Поэтому я считаю, что правильно. Вот положено по нормам, да, строить аэропорт в 40 километров. Не просто так же придумали, да? Это же тоже из-за того, что и грязь и тому подобное. Раньше, что возле аэропорта вообще никто никого в жизни не жил. И отсюда я для себя делаю. Например, я не хочу переехать, например, с родного города Орск, да, переехать в Сочи и жить там, где гулят самолеты, там, где выхлопы. И тому подобное. Ну, мне в этом отношении не хочется. Потому что я считаю, что он, не знаю, давайте мы, знаете, что сейчас сделаем? Мы сейчас возьмем и припаркуемся. Я думаю, что на камеру немножко у нас забрызгало что-то, да? И мы камеру протрем и поедем с вами дальше. Потому что сейчас будем заезжать в Дагомыс и там как раз вот самое будет мясо. Самое мясо, мясо, как вы любите, да? Мясо, мясо, мясо. Секунду, ребят. Секунду. Кстати, огромное вам спасибо за то, что, когда я тригурую. Год назад начинал свой булбок вести, когда я не пристегивался, я никак в жизни не пристегивался. Даже на трассе никогда не пристегивался. И тем самым, когда я начал работать на камеру, да, я стал себя где-то в какой-то степени дисциплинировать. Поэтому вам, ребят, молодцы за то, что вы меня этим хейтили, там, не пристегивайте, там, да-да-да-да-да. И действительно, как бы, а сейчас я уже считаю, что сел, пристегнулся, это нормально. Я даже сажусь в такси, всегда пристегиваюсь или еще кого-нибудь. Ну, потому что это нормально. Ну, как бы, в принципе, все безопасно и уже, в принципе, привычка хорошая стала. Все, ребят, едем дальше. Давайте мы с вами сейчас все-таки поговорим про Дагомыс. Так вот, давайте, да, чайные холмы. Ну, расположение, конечно же, по отношению к школам и все остальное похуже будет, чем у других жилых комплексов. Ну, чайные холмы, все-таки ценник в Дагомысе, и ценник будет около 80 тысяч рублей за квадратный метр, все равно ценник гораздо ниже, чем квадро, чем место под солнцем, чем в солнечном Дагомысе и тому подобное. Поэтому я думаю, что вполне возможно, как бы, чайные холмы найдут своего покупателя. Единственное, что они уже собираются полгода. За эти полгода уже многие 50 раз передумали, потому что так им ДДУ и не дают. Ну, хотя, знаете, с квадро было то же самое. Ничего там плохого нет, и все. Конечно, в идеале это квадро. Ну, 100% сейчас вы это все увидите. Там и, как бы, получше все вокруг смотрится. Ну, в общем, квадро это и в идеале. Ну, на квадро, если у кого-нибудь хватать, то, если нужно будет стройка от надежного застройщика, да, то, конечно же, чайные холмы, я считаю, что даже довольно-таки неплохо. Ждем старта продаж уже, даже рекламу даже мэр города сделал, да, и уже все телевидение делали, все СМИ, что вот компания, там, ЛК+, красавцы. Кстати, вот с левой стороны мы проехали с вами чай, как раз, который есть. Ну, и давайте мы сейчас с вами немножечко прям проведем. Ну, здесь, конечно, вот нас встречает, да, пускай там не хрущевки, там не пятиэтажки, но девятиэтажки, но все равно такой печальный старый фонд. Я думаю, что их можно было бы немножко обновить. Ну, смотрите, здесь, в принципе, живут, ничего страшного, не обламываются. Вот эта, в принципе, часть, она нормальная, да, но, опять же, вот если я выбирал между квартирой здесь и Танхаусом, я взял Танхаус в каньоне, потому что каньон Танхауса мне нравится все, нравится качество, нравится, что уже газ, представляете, уже газ подключен, газ подключен. Мне в Радужном не могут подключить газ полгода, а здесь уже газ подключен. Поэтому здесь, если, например, взять Танхаус за 12,5 миллионов рублей с ремонтом, в принципе, уже можно через месяц уже жить, а это большой плюс. Да, до моря будет немножко далековато, там 2,5-3 километра, но, с другой стороны, ребят, с мелодии леса гораздо дальше. Все, на этом точка. Ну, и вот на этом пятачке там есть такие, как столовые, там, всевозможные, там, такие заведения прикольные и так далее. Все, давайте мы с вами еще раз припаркуемся с этой стороны, я еще раз с камерой разберусь, потому что камера стоит снаружи, я думаю, что вам было комфортно смотреть. Ну что, теперь потихонечку едем. Смотрите, сам по себе Дагомыс, он небольшой, там, расстояние до Дагомыса, да, длина там, его всего лишь 2 километра 400 метров, и немножко у нас растянут. Мы сейчас проезжаем с вами река, которая называется Ира, ну и, конечно же, вот с левой стороны, как раз по левую сторону, вы видите те самые чайные, чайные, так скажем, дефиевья, да, тот самый чай дикий. И раньше весь Дагомыс был в этом чае, здесь чай выращивался. Сейчас, да, это красивая такая декорация, скоро чай будет в мае цвести, и это еще то зрелище неописуемое, поэтому я рекомендую всем обосмотреть. Опять же, почему Дагомыс сейчас получил такое, скажем, второе дыхание? Ну, во-первых, здесь сейчас строится самый большой торгово-развлекательный центр, который будет у нас в Сочи, ну и в целом по южному федеральному округу, как обещают. Вот с левой стороны, вы видите, да, называется торговый центр Инь-Янь-Мол. Следующий момент, да, здесь же с левой стороны скоро стартует у нас объект бизнес-класса, да, который называется у нас пока без названия, будут две высотки, потом еще две высотки, в общем, четыре высотки будут, бизнес-класса, с бассейном, со всей этой ерундой. Ну, сразу скажу, ценник начинается от 100 тысяч, и в марте месяце будет у нас старт продаж, март месяц. Поэтому в целом, в целом, я считаю, что, ну, в общем, Дагомыс станет еще дороже. Поэтому те, кто у нас успеет купить панхаусы в Каньон Дагомыс, я думаю, что они не просто свой бюджет приумножат, они просто в разы преувеличат. Что касается, вот, видите, паспорт объекта с левой стороны, это как раз у нас торгово-развлекательный центр, и вот позади него будет как раз у нас строиться, вот, открылся карты, да, здесь же у нас будут строиться вот эти жилые комплексы. Жилые комплексы, правда, будут строиться долго, там три года, это долгие инвестиции. Ну, ребят, как бы, есть у нас вариант и быстрые инвестиции, и долгие инвестиции. Ну, я думаю, что вот именно на этих долгих инвестициях за два года можно поднять две цены, что будет составлять примерно 50% годовых. Если вот мы поднимаемся с вами чуть повыше, да, вот, я почему здесь проехал, потому что здесь есть апартаментный комплекс, который строится, который называется Ададжо. Да, интересно, блин, мои коллеги продают, все продают, да, там, конкуренты продают. А у меня не получается продавать, я не знаю, почему у меня не получается. Ну, почему-то у меня не прет продавать, да, вот даже вот здесь, смотрите, опять целая куча риэлторов собралось, там, и тому подобное. Ну, у меня не получается продавать. Ну, во-первых, наверное, у меня в голове есть, да, как можно апартаменты брать вот на горе, такие маленькие, там, по 26 квадратных метров, по 25,8, по, там, по 6,5 миллионов рублей. Мне это в голове не укладывается. Я же, знаете, у меня еще пока есть мышление нищеброда. Что такое мышление нищеброда? Например, я себе стоял перед выбором, да, купить себе, например, очередной автомобиль. Например, таким-то чудесным образом я решил бы себе купить BMW X5. И у меня стоял бы выбор, купить себе дизельный двигатель 3-литровый 249 лошадиных сил, либо купить себе бензиновый двигатель, который у 460 лошадиных сил, либо купить себе дизельный двигатель 4-литровый, у которого там тоже черт знает сколько лошадиных сил и так далее. Ну, я бы выбрал бы себе дизель 3-литровый, да, 249 лошадиных сил. Почему? Потому что налог годовой, да, для меня стоит не на последнем месте. Одно дело заплатить там 20 тысяч рублей, а другое дело заплатить 70 тысяч рублей Это разница колоссальная, это первое Второе, расход топлива с моими пробегами Конечно, если бы у меня пробег был бы там 10 тысяч в год, на этот расход можно было даже и не обращать внимания Но с моими пробегами там по 100 тысяч в год, блин, это, блин, огромные И перевести это на цифры, это, блин, очень много То же самое это касается, когда я выбираю то или иное жилье Я всегда смотрю с точки зрения цифр, да Я когда смотрю, что можно там эти апартаменты, у которых еще будет просто конское обслуживание Просто там 200 рублей с квадрата, 200 рублей, вы понимаете Я понимаю, что это все равно, что взять, например, BMW, не знаю, какой-нибудь X5 С каким-нибудь двигателем в 600 лошадиных сил, который будет кушать там 35 литров бензина За который будет бешен налог и так далее И я почему-то вот по своей нищебродской логике беру и от таких объектов увожу в что-нибудь Чтобы и цена была ниже, да, и обслуживание было ниже, и налог был ниже и так далее Ну, у меня, по-другому, что еще действует еще логика нищеброда Поэтому, наверное, не получается Потому что до сих пор я считаю, что цена завышена Потому что 220 тысяч рублей за квадратный метр, там, потом в последующем еще и обслуживание Это просто безумно дорого И вот на фоне этого мне не получается, да Правильно говорят, хочешь продать, сначала продай сам себе, а потом уже всем остальным Я никогда в жизни бы здесь не купил Хотя, блин, вот здесь вот, когда ты продаешь, да Если здесь продать апартаментов 5-10, то можно спокойно купить тебе домик твоей мечты, который находится на транспортной Потому что, конечно, чем дороже объект, тем больше у тебя комиссионного вознаграждения и так далее Чем сложнее объект, тем больше комиссионного вознаграждения Но я считаю, что Ададжо это сложный объект Потому что даже вот сколько я раз не пробовал продавать, он мне почему-то не заходит Все, ребят, здесь мы определились, да Что здесь у нас строится, будет строиться как раз вот по локации бизнес Дагомыс Здесь же у нас будет строиться торгово-развлекательный центр Что такое торгово-развлекательный центр, ребят? Чтобы вы понимали, торгово-развлекательный центр это, соответственно, 6 тысяч рабочих мест Начиная от, не знаю, там, от уборщицы и заканчивая всевозможными охранниками, маркетологами и тому подобное Поэтому, как бы, я думаю, что люди, которые живут у нас в поселке Дагомысо Они просто-напросто найдут себе здесь работу Найдут здесь по одной простой причине Потому что здесь действительно работы будет очень много И многие даже в Сочи будут приезжать именно сюда на работу Потому что, говорю, торговый центр-то всегда хорошо Это всегда рабочие места и для продавцов, и для всех остальных Вот, в этом отношении одни плюсы Теперь давайте мы с вами посмотрим следующий момент Мы с вами сейчас повернем, как вы догадались, направо Получается, смотрите, торговые центры Ин-Янь-Мол Расстояние там небольшое Здесь, конечно же, вот у нас дорога идет в школу В принципе, с этого бизнес-центра Дагомысо Ваш ребенок может сам спокойно ходить в школу В 76-ю Единственная бич, что здесь реально люди, большинство живут такие Которые только смотрят на себя и так далее Вот паркуют, вот смотрите, дальше есть парковка в автомобиле Все паркуют и здесь иногда разъехаться не просто сложно Но очень близко к этому Поэтому я считаю, что в большинстве случаев здесь стоит знак, все Здесь просто водители свиноты Ну, реально, вот кто смотрит, кто ставит Ребята, вот вы реально свиньи, я вам говорю это в глаза Кто-то хочет, пускай мне по телефону позвонить Я ему поясню и объясню Вот она, смотрите, с правой стороны парковка Нормально, да, которую можно взять немножко там пройти 100 метров Ничего там плохого не будет Все равно все ставят И здесь сейчас немножко назад будем ехать Вы поймете, как здесь тяжело разъехаться Тут мы с вами видим с левой стороны у нас школу С правой стороны у нас жилой комплекс, который называется Место под солнцем И тут же у нас впереди Босфор Босфор еще не сдался Обещает 15 числа сдать Жду 15 марта И если 15 марта он сдается Блин, здесь откроются верхние 4 этажа в продажу Да, во втором корпусе И я думаю, что они будут пользоваться спросом Хоть там и цена будет 125 тысяч рублей за квадрат Но я думаю, там все равно все будет Школа с левой стороны с углубленным изучением английского языка Кто со мной спорил, потом передо мной извинялся Да, я знаю, потому что я общался здесь с директором Да, в Босфор там сделали детскую площадку Есть подземный паркинг, все Ну и если посмотреть из всех жилых комплексов, которые есть Босфор это у нас такой хороший, комфортный бизнес Да, это не элитка, ничего Но вот именно по строению, по монолиту По наличию там подземной парковки Все это говорит о том, что это дом бизнес-класса Плюс еще входные группы хорошие Там консьержи есть В общем, все здесь хорошо Что касается места под солнцем Да, места под солнцем нет подземного паркинга Ничего нет Но из плюсов То, что в принципе довольно-таки все неплохо Да, там подъезды могли бы сделать получше Потому что подъезды мне не нравятся Они реально здесь убогие Просто жесть Но есть детская площадка, спортивная площадка И на этом фоне я считаю, что Ну, место под солнцем достойный вариант Но опять же, верхние этажи стоят 130 тысяч рублей за квадратный метр Нижние 120 Цена, конечно, космос Ну и вот здесь мы с вами видим В принципе, место, где еще будет строиться Еще один место под солнцем В общем, как бы так Вот у нас школа Да, школа у нас идет закрытая И в целом Ну, я считаю, что в целом Тоже здесь все довольно-таки неплохо Паркинг организовали напротив школы Ну и здесь, конечно же, вы видите Везде у нас парковка Здесь стоит знак Остановка запрещена И тому подобное И здесь остановка запрещена Но при этом вот сейчас на Хундае подъехал Ему не мешает И тем самым, получается Здесь такое Образуется горлышко Здесь замучиться проезжать и выезжать Ну, 100% Сюда бы пару эвакуаторов Сочинских Или Адлерских И я думаю, здесь порядок бы мы навели Но здесь постоянно не такой бардак Получается, можно разъехаться только в одну сторону Это ладно, сегодня у нас никто там не едет навстречу И там еще что-нибудь А так здесь можно стоять там по 20 минут В общем, как бы так Что касается Что касается еще, да, у нас Ладно, не будем показывать Хотел бы показывать вам с левой стороны Там тоже есть один танхаус Который продается Ну, хороший танхаус Хорошего ремонта Здесь тоже недалеко И от школы Это всего В три этажа Здесь мы с вами выезжаем Ну, и смотрите С левой стороны у нас стоит там Не знаю, там Один там На Атшибе Это у нас жилой комплекс Который называется Солнечный Дагомыс И в целом там все хорошо Все, кроме вот маленьких квартир С дебильной планировкой А так в остальном все хорошо Ну, и сейчас, конечно же Давайте я вам покажу Еще Жилой комплекс Кватор Да, он находится немножко С другой стороны И смотрите, какой плюс Да, раньше брат говорит Я не возьму в Кватор Тут вот пока выйдешь Пять раз тебя собьют Поставили светофор Ну, реально В Сочи Вот мне что-то нравится Да, все равно В Сочи быстренько все исправляет И в Сочи Я считаю, что Ну, очень быстро все развивается И на самом деле Да, конечно Сейчас вот скажут Макс, смотри Теперь такая пробка Да, я согласен Но это пробка Из-за того, что у нас Без Петроволкова С левой стороны Ставит машина По идее Здесь нужно вставать В два ряда Те, кто направо Значит направо Да, и прямо А кто налево Значит налево И, конечно, быстрее Это все у нас Ну, разъезжалось И проезжалось Сейчас мы с вами Доехали Почти доехали До Поворота Который идет у нас В сторону В сторону чего? Ну-ка, ну-ка Давайте Да, в сторону Жилого комплекса Кватора Кстати, с левой стороны Мы с вами проехали Есть поликлиника Есть зубной Есть больница Там В общем, здесь все есть И В эту дорогу идет у нас В Солхаул Хорошее место Шикарное место Эту же дорогу ведет у нас В хорошую баньку И так далее И вот здесь мы Смотрите Выворачиваем с вами Направо И попадаем с вами Как раз вот В то место Где Строится у нас Лучший комплекс Пока это Лучшая стройка Которая только Известна была Сочницам Это, конечно, Шикватра И Это говорит о том Что там сейчас Нет ни одной Квартиры Да, небольшой Ни одной квартиры Нет Это первое Второе Там нормальный Адекватный ценник С левой стороны Мы, кстати, проезжаем с вами Жилой комплекс Который называется Дагомес парк Но его я не буду показывать Потому что Они пока мне не показали Ни один документ А нет документов Извините Я сейчас Такие сравнительные Авантюры Не Ну, не знаю Не Не Поддаюсь Все На этом точка Здесь также у нас Да Знак Идет Остановка запрещена Кстати, видели, да Вот на Прадо Реально На Прадо Инвалид Ничего страшного Такая морда Блин Офигеть просто можно Ну Еще говорят Что у нас Инвалиды плохо живут Посмотрите Они на Прадо ездят На БМВ У меня там Я смотрю В центре гелики Есть там Номера 777 Ну, 6 семерок В общем 6 семерок И тоже Знак идет Инвалиды А вы говорите Что Да я шучу, конечно Я понимаю Что это все фигня Шучу я, конечно Вот, смотрите Это жилой комплекс Кватро Один из топовых объектов Который есть Видно, да Что уже занимается Тем, что облагораживают территорию Видно, что Здесь Много чего Уже интересно происходит Уже из-за стеклили В общем, должен сдаться В июне месяце И я думаю Что наконец-то В августе У меня родители Переедут И уже будут жить В своей квартире Будут жить В Сочи Кто-то скажет Не в Сочи А в Дагамысе Давайте не будем забывать Что все-таки Изначально Это Сочи А во второй Чуть Это уже Дагамыс Здесь у них будет Хороший парк Уже сделали Спортивную площадочку Да Ну, реально классно Все сделали Мне очень нравится Как бы Единственное, что Здесь квартиры Небольшие Да Самая большая квартира Это 62 квадратных метр На верхних этажах А так квартиры здесь В основном Которые чаще всего покупают Это полтиньки Которые я взял родителям И все Хочется, конечно В этом месте Но квартиру Хотя бы Квадратов 100 Хотя бы Квадратов 100 Да Здесь есть паркинг Кстати Паркинг Все сделала Компания АЛК Плюс И они молодцы Сделали дорогу И с правой стороны И с левой стороны Сейчас мы с вами Здесь развернемся Да Здесь есть старый фонд Который немножко У тебя отручает Но чтобы не было Старого фонда Нужно брать Квартиру С видом в сторону реки И там вы будете Видеть Хорошие Красивые домики Все Чтобы вас Не напрягало Ну и в общем Место пока Кватор Пока это топовый объект В Сочи Пока это лучшее Что можно купить Самое безопасное Что можно купить Ну и конечно С такой огромной территории Да Ну огромный По меркам Сочи Вы больше Здесь жилых комплексов И не найдете Поэтому Я считаю Что Это огромный плюс Ну что Ребят С этим понятно все Давайте мы с вами Вот с левой стороны Вот с левой стороны У нас В пятницу Субботу Воскресенье Здесь проходит Ярмарка На этой ярмарке Вы видели? Вы видели? А? О! Со знаками Два литра Ну блин Ладно Теперь Да Сбился я Я просто аж Офигел Нифига себе Я аж Просто офигел Что касается Самого Дагомыс Вот здесь В принципе Все Вот на этом Пятачок У нас заканчивается Да И в принципе Здесь еще один Есть жилой комплекс Это те жилые комплексы Которые вы рассматриваете Например В целях отдыха Это у нас Каравел Португалии Отдыхать можно При условии Что если вы Готовы смириться С тем Что там Плесень будет образовываться С тем Что там Грибок И так далее Потому что В таких квартирах Которые возле моря Их нельзя взять Просто И Их нельзя Просто взять И Закрыть На зиму В них Надо жить Надо проветривать Надо обогревать И так далее Понимаете Ну вот Именно так Кстати Направо Если мы поедем Там будет школа Но я думаю Нет смысла Ее показывать Хотя нет Давайте мы ее посмотрим Стоп Давайте мы ее посмотрим Потому что Там у нас есть Еще танхаус Который продают И мы сейчас Постараемся К ним доехать До этих танхаусов А вот здесь У нас Вот такая Пробочка Выросла Да Выросла пробка Офигеть 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 Ладно Ничего страшного Сейчас дойдем Мы на танхаус Снимем Сейчас я позвоню Продавцам Они меня приглашали В гости Продают два танхауса Относительно недорого Сейчас мы с вами Доедем А вот видите У нас модно Можно остановиться Включил аварийку А и ушел Офигенно Вот на дорогу Силохаул Но мы сейчас С вами посмотрим Там есть у нас Такой жилой комплекс Который называется Эмилия А рядом с ним Есть танхаус И наверное Мы сейчас Сделаем Небольшой обзор Немножечко С вами снимем Вы посмотрите Давайте подведем итоги В целом Дагомыс для ПМЖ Это хорошее Идеальное место Школы есть Детские сады Есть Шикарный пляж Есть Есть все Ну реально все Что угодно В вашей душе И Я здесь не видел Каких там Ходячих наркоманов Я не видел Каких там Ходячих алкашей Ничего Я здесь вижу Хороших Продуктивных людей Если например У кого-то стоит Национальность Не на последнем месте Такое бывает То здесь Большинство русских Потому что Большинство приезжает Покупает Квартиры Все здесь Большинство русских Отсюда Как бы Делайте уже Свои определенные Выводы Конечно же Лучше Лучше смотреть Летом Летом Здесь все В зелени Птички поют Здесь также Есть церковь Больница Все есть В общем Все есть Все хорошо Все отлично Все замечательно Но мы Но мы с вами Сейчас Доехали Все таки До Тех самых Не доехали Не доехали Обознатушки Переплятушки Мы Даже Уже с вами Проехали Даже Да Проехали Извиняюсь Сейчас мы С вами Развернемся Вот что Значит Давно Не было Да Ну и Сейчас С вами Развернемся И Все таки Посмотрим С вами Эти Танхаусы Вот да Пропустил Поворот Ну бывает же такое Бывает Стареешь И В целом Как бы Я думаю Что нормально Лично я бы там Не хотел жить В Дагомысе Потому что Все таки Я хочу И привязанных Ближих центров Там я хожу Ворд-класс И тому подобное Но это у меня Свои тараканы В голове Как бы Но Но Например Родителям Я бы посоветовал Да Своим Например Брат тоже Рассматривает Да и многие Мои клиенты Рассматривают Потому что Действительно Жить здесь Комфортно Жить здесь Хорошо И По большому счету Я думаю Что Ой Ух На собачку Прыгает И в целом Я думаю Что Дагомыс Вот если Именно нужна Ровная поверхность То я считаю Что это Один из лучших Один из топовых Объектов Все ребят Давайте попробуем С вами сейчас Заснять Я только Не заснял У нас Тут Ту часть Где находится Корвелла Португалии Сниму В следующий раз Потому что Мне нужно Сейчас Снять Вам Показать Те Танхаусы Которые Можете Здесь Проблести Все ребят Теперь Всем пока Спасибо большое За то что посмотрели Спасибо за ваш Жирный лайк Ну и конечно же Пишите в комментариях Какой бы район Вы еще хотели Посмотреть Все ребят Пока Продолжение следует... Продолжение следует...